всем привет с вами я александр демидович сегодня у нас 19 января 2021 года я сегодня хотел бы с вами поговорить вкратце о том что я вижу в соцсетях андрей стариков 15 января этого года имел неосторожность выставить пост в котором было написано что его родной язык русский хочу напомнить что мой родной язык тоже русский ничего военного я в этом не увидел сделал репост ну человек гордится своим языком ничего в этом плохого нету но этот пост оказался крайне резонансным он имел вот посмотрите сюда охват получился только на моих ресурсах в одной группе нашей до 19 тысяч куча лайков да вот вы видите более 300 а комментариев за 700 перевалило ну чтобы вы понимали в комментариях как раз и началось начался весь сыр бор в комментариях начали происходить довольно ужасающие для нас для граждан украины вещи почему потому что украина является на национальной и многоязыковой страной но значит в комментариях происходили нарушения наших конституционных прав начиная от элементарного простейшего статьи 33 которая гласит каждому кто на законных основаниях находится на территории украины гарантируется свобода свободное свобода передвижения свободный выбор места жительства право свободы покидать территорию украины за исключением ограниченным устанавливаемых законов мы свободны в этом но андрею писали чтобы он собирал свои манатки и уезжал на север кто давал право нарушать конституционное право человеку гражданину украины и не пойду же душа у андрея говорю как есть я его знаю кто давал право нарушать его права я не знаю это продолжалось даже в такой выражалось в разных оскорбительных фразах в комментах и нарушение еще одной статьи 10 у конституции украины да мы согласны с этим точнее я согласен и я слышал что и андрей тоже к этому спокойно и лояльно относится к этой статье где написано держава забеспечит сепичный развиток и функцию украинской мовы в усих сферах суспильного життя на всей территории украины класс я согласен я изучал украинский язык со школьных лет и я знаю язык знаю литературу люблю и язык и литературу и в принципе а что тут плохого наоборот украина государственный язык это же здорово мы же не в канаде или америки правда чтобы вы угнетать индейцев но в этой же статье написано в украине гарантуется вильный розвиток выкоростания и захист российской запятая инших мов национальных меньшин украины ребята вы чё там объелись чего-то у нас конституции гарантировано наше право на сохранение нашего языка и чтобы ни единая душа не имела право нас упрекать в том что мой язык русский нету в конституции этого но все это чепуха когда я вы цифры увидели я вам показал но примерно в те же дни и в то же время было выставлено вот этих два ролика вот смотрите я скрины показываю один скрин один ролик доброте о другой возможностях и вы знаете что самое печальное в этом вот эти два ролика они несут свой посыл притча доброте ну там рассказывается о том как надо быть добрым и как отвечать добром на добро и нести это доброе ну а второй ролик рассказывает о том что в общественном месте употреблять алкоголь это не есть красиво и это мешает окружающим и мешает в основном детям хорошие ролики согласитесь но проблема в том что каждый из этих роликов имеет охват ну вот в районе девятисот прошу вспомнить что у андрея пост взял девятнадцать тысяч вот представьте себе цинизм людей которые встроют в этой разговоры о языковой проблеме которой якобы нету она есть действительно нарушаются наши права и они не приходят о добре разговаривать о том что не надо пить в общественных местах они не приходят посмотреть какое же небо в украине есть целая группа создана и там выставляется фотографии на эту тему да клуб любителей неба они не приходят послушать и почитать стихи послушать музыку они не приходят в группы и страницы новостей они приходят в группу а в полтаве кажут для того чтобы нагадить и напаскудить и выразить таким образом свой типа патриотизм я хочу акцентировать внимание за трое суток которые простоял пост андрея он только первые сутки стоял наверху а потом он просто я его отпустил свободное плавание и но он не падал я убрал из группы более 30 аккаунтов и аккаунтов 5 или 6 из них были только ботными остальные вы знаете парадокс остальные аккаунты за ними сидят люди которые годами не проявлялись никаким образом в группе но они присутствовали прописаны были в группе а тут у тема их зацепила и для того чтобы показать себя патриотом они приходили сюда и писали гадости нарушая и подчеркиваю повторяю наши конституционные права более 30 аккаунтов я удалил и заблокировал из группы за нарушение наших конституционных прав и прав человека я безжалостно буду относиться к таким аккаунтом и не собираюсь считаться с их типа патриотичным мнением и подчеркиваю украина это на национальная многоязыковая страна и я не вижу ничего плохого если в ней будет или есть и будет всегда единственный государственный язык украинский но при этом я требую не нарушайте наши конституционные права которые гарантированы статьей 10 нашей любимой конституции всем хорошего настроения и и